Слава Господу! Братья и сестры, по великой милости Господней, мы на этом месте для того, чтобы послужить Господу в первую очередь, и, конечно же, вам вот через эти псалмы, которые мы спели, и с Божьей помощью я поделюсь Словом Божиим. Меня зовут Иван, я живу в Ричвелде, и у нас есть такое желание трудиться для Господа пением и также Словом. И я думаю, что сегодня через это пение Господь к вам проговорил, и через проповедь, которую братья уже говорили, и которую я буду говорить, также Господь проговорит к вашим сердцам. Я прочитаю место из Священного Писания, это будет от Луки, с 24 главы, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селения, состоящие стадии на 60, это приблизительно, я подсчитывал, около 10 километров, от Иерусалима, называемые Эмаус. И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Они же сказали им, о чем, он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о прошедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. «Как предали Его пересвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тело Его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, Ион показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что Ден уже склонился к вечеру, и Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И вставшие в тот же час, возвратились в Иерусалим до сего места. Слава Богу! Братья и сестры, вы, наверное, слышали этот отрывок из Священного Писания уже много-много-много раз, и, наверное, ни одну проповедь слышали. Но сегодня я бы хотел обратить ваше внимание также на это событие, и чтобы сегодня мы вместе порассуждали о том, что здесь написано. Вы знаете, что меня сильно здесь воодушевляет или касается особенно так моего сердца, это то, что Иисус пришел к этим двум ученикам. И не просто пришел к каким-то ученикам, но это были ученики, которые размышляли о том, о событиях, которые произошли. И вы знаете, смотря на то, что здесь написано на этот отрывок, тут написаны очень особые такие слова, когда эти два ученика сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше. Братья и сестры, я понимаю, что события, которые были до того, как они пошли по этой дороге, это события, которые дорвали их надежду. Потому что здесь написано, а мы надеялись было. То есть они надеялись, что Иисус что-то сделает, что что-то не так произойдет, как произошло. Они верили, что Иисус это особый человек, и даже верили, возможно, что Он Сын Божий. Но они не ожидали этого конца для Иисуса. Они не думали, что так все произойдет. Потому что они шли на дороге, Иисус, когда подошел, Он спросил, почему вы печальны? То есть здесь была печаль в их глазах, в их поведении, в их разговоре, они были печальны. Возможно, они думали, что Иисус каким-то образом вызовет эти десять легионов ангелов, и они обрушатся на этот Иерусалим, и там начнут делать свое дело. Может, они думали, что Иисус каким-то образом вдруг смирит этих всех римлян? Может, замолкнут эти фарисеи-книжники, которые так хотели, чтобы Иисус умер? И они, возможно, стояли и наблюдали, что будет дальше. Да, они убежали тогда в саду, но я уверен, что они потом вышли, когда Иисуса пошли туда на Голгофу, уже эта процессия, которая шла туда на Голгофу, чтобы распинать. Они вышли туда, и они наблюдали за этим всем. Они наблюдали за Иисусом, когда Он был на кресте. Они видели, как Его снимали, они знали, что с Ним произошло, что Его во гроб поставили. И они не хотели это для своего царя, они хотели, чтобы Он был ихним царем. Он так много добра им сделал, так много сделал того, что ни один человек на земле такого не делал. Это были люди увлечены Иисусом. Они любили Иисуса, они говорили об Иисусе. Они знали Иисуса, они были Его учениками, они знали не просто разговоры Иисуса, они сдалека Его голос уже слышали, если Он где-то был рядом. Это были люди, которыми Иисус открыл истину. Это были люди, которые знали Отца через Иисуса. Это были люди, которые слышали эти речи и которые успокаивали свои сердца этими речами. И когда это событие произошло на Голгофе, их вера была надорвана. Они у них забрали Иисуса, который не достоин был умирать. И Иисус не достоин был умирать. И они видели, возможно, этого воравву, который не должен был выйти оттуда. И вдруг каким-то образом Иисус умер. И они шли по дороге, и они размышляли. Наверное, их печали не было конца. Они не хотели такого для Иисуса, для их Иисуса, который поднимал этих, знаете, людей, которые больные. Они видели слезы этих исцеленных. Они видели, как эти хромы бегают. Они видели, как эти, знаете, эти голодные люди насыщаются. Они все это видели. Они были очевидцами этого всего. И сейчас, идя по дороге, это было для них что-то неописуемое. Это было что-то особое для них, чего они не ожидали. И они не могли ничего говорить больше, как только об Иисусе. А мы думали, братья и сестры, к этим людям пришел Иисус. Иисус, он видел, что их сердца, на мой взгляд, они потухли. Они горели до того, как Иисус с ними был. Да, мы за тебя, мы за тебя пойдем. И так говорили все ученики, написано, не только Петр. Иисус сказал, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь. И так и произошло. И вы знаете, возможно, в их сердцах была не только печаль. И тут написано надежда, и вера была подорвана, потому что Иисус сказал у них смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. И когда Иисус подошел к этим людям, им было очень тяжело. И он стал с ними беседовать, он стал раздавать вопросы, он стал с ними разговаривать. Вы знаете, братья и сестры, я хочу сегодня сказать, что если наше сердце не горит для Иисуса, сегодня Господь желает зажечь это сердце. Я сегодня не говорю, знаете ли вы Библию, знаете ли вы, как правильно жить, знаете ли вы одно или другое местописание, нет. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы сегодня, если есть на этом месте потухшие сердца, чтобы сегодня Дух Святой, Иисус в Духе Святом запалил эти сердца. Потому что люди могут иметь очень много, они могут иметь, знаете, какие-то особые профессии. И когда они собираются, говорят, сколько ты зарабатываешь, и ты можешь сказать, что ты особенно зарабатываешь. Но если в твоем сердце нет огня, ты ничто перед Богом, и ты не живешь, а просто существуешь на этой земле. Иисус пришел на это место сегодня, не для того, чтобы мы существовали, братья и сестры. Иисус пришел на эту землю, туда, в Израильскую землю, Ханананскую. Он умер на кресте не для того, чтобы дети Его существовали. Просто существовали. Но чтобы дети Его жили, слава Богу. Чтобы эта жизнь была с избытком. Чтобы их сердца горели. Чтобы они были не только, знаете, думали об Иисусе, но чтобы Иисус жил в них. Братья и сестры, эти были разбиты из сердца. И когда пришел Иисус, вы знаете, напоминает мне этот пример, когда орел учит летать своих орлят. И он бросает их. И он берет на свои крылья с гнезда и бросает их. И эти орлят окажутся вот-вот, все. Это последний их полет. Возможно, они боятся этого всего. Но вдруг откуда ни возьмись, подлетает этот орел и хватает этих орлят на свои крылья и поднимает и опять ставит в гнездо. Или опять же бросает их, чтобы они научились летать. Братья и сестры, может, в жизни вашей, ваше сердце, возможно, потухло. Какие-то обстоятельства. Где-то надорвана вера. Где-то надорвана надежда. Я хочу сказать сегодня, что Господь хочет зажечь ваши сердца. Что Господь хочет дать эту первую любовь. Возможно, где-то она была потеряна. И мы помним, когда обращается Господь к этому, к Иоанну и говорит этой церкви, напиши, ты оставил или потерял эту первую любовь. Братья и сестры, сегодня Господь хочет, чтобы мы служили Ему с ревностью. Чтобы мы служили Ему с первой любовью. Чтобы мы, наши сердца, горели. И чтобы эти сердца всегда горели. Не только, знаете, когда мы уверовали. Не только, когда мы где-то на молитве, когда о крещении Духом Святым молиться надо. Или еще где-то в каком-то месте особо нет. Но чтобы наши сердца всегда горели для нашего Господа. Слава Богу. Чтобы сегодня молодежь зажглась. Я долгое время служил среди молодежи и среди подростковых групп. И я знаю сердце молодое. Молодое сердце, это сердце, которое постоянно ищет чего-то нового. И Господь сегодня готов дать так много благословений для молодого поколения. Сегодня Господь приготовил много благословений для всего народа своего. И сегодня так важно быть Вадимым и Духом Святым. Так важно, чтобы сегодня Бог говорил через, знаете, через Слово Своё, через эти псалмы, через обстоятельства. И даже этот псалом, который был пропет, что природа сама говорит о Боге. Даже это солнце, которое светит, говорит о любви Бога. Даже этот луч, который сегодня здесь спустился, говорит о любви Бога. Вот этот воздух, который мы дышим, братья и сёстры, говорит о любви Бога. Я вспоминаю пример, когда давали одному старику, это было в Европе, давали дышать этот кислород. И он, чтобы он выжил, знаете, давали ему дышать и дышать, чтобы он каким-то образом сохранил жизнь в его теле. И прошло какое-то время, он выжил, и ему принесли этот билл, приблизительно 5 тысяч евро. Ему вручили, и он посмотрел. Он был христианином, и он посмотрел и заплакал. И его, эта медсестра, ей тоже как-то стало неудобно. Ну, просто, возможно, работник этой больницы и говорит, а почему вы плачете, неужели? Ну, если вам тяжело как-то заплатить эту стоимость, мы как-то поможем, может, вам? Он говорит, нет, говорит. Ему было около 70 или 80 лет, и он говорит, я 5 тысяч должен заплатить за то, что вот неделю или сколько дней побыл под этим аппаратом, и я дышал. Но на протяжении 70-80 лет я дышу воздухом, и Господь с меня ничего не берет. Слава Богу! Братья и сестры, вы дышите сейчас за фри. И это за фри не просто так. Это вам дает Господь сегодня. Слава Богу! И вы знаете, смотря на Иисуса, как Он подошел к этим ученикам, такие разбитые люди. И Он пришел и зажег их не сердца. И они пошли, написано дальше, прибежали туда, в Иерусалим, и рассказывали, и свидетельствовали. И, возможно, говорили этим ученикам, ты знаешь, Иисус был с нами. Ты знаешь, мы Его видели. Мы Его не узнали, но когда Он преломлял хлеб, мы узнали Его, мы видели Иисуса. Братья и сестры, я хочу сказать, что Иисус сегодня рядом возле вас. Вы можете это отрицать, вы можете в это не верить, вы можете думать, вот еще один проповедник, который говорит особые какие-то слова, хочет нас удивить или еще что-то. Братья и сестры, сегодня Иисус на этом месте, слава Богу. Сегодня Иисус хочет вам помочь, слава Богу. Сегодня Господь желает вас благословить, и это по Его милости. Это потому, что Он любит нас, слава Богу. Вы знаете, один юноша подошел к старцу и спросил, как сохранить себя в чистоте. И старик подумал, этот старец, и говорит, ты знаешь, говорит, скажи, пожалуйста, залетит ли муха, муха, простая муха, в горящий котел? А юноша подумал и сказал, нет, в горящий котел она не залетит. Если он холодный, возможно, да, она сядет где-то там, вот, но в горящий котел она никогда не залетит. Поэтому, братья и сестры, я призываю всех вас, и себя самого в первую очередь, чтобы сегодня наши сердца горели, и чтобы всякие, знаете, то, что не угодно Господу, оно отлетало, чтобы сегодня наши сердца горели, и тогда эти соблазны, которые, знаете, подступают к нашей молодежи, подступают к нашим семьям, подступают к церкви, эти все соблазны, они будут улетучиваться, они будут подходить, но когда они увидят, что нету силы, что там это горящее сердце, мухи не глупые, они никогда не залетят в этот горящий котел. И это будет улетучиваться, братья и сестры, не потому, что мы какие-то особые, нет, но потому, что в нас живет Господь, слава Богу. И вы знаете, сила сегодня до собрания, брат один подошел ко мне и говорит, сказал мне за Гедеона, говорит, муж сильный, сказал ему ангел. Он говорит, какой я муж сильный? И он стал говорить причины. Но сила его была в том, что Бог с тобою. Братья и сестры, когда Бог за нас, кто против нас? Самые смелые, самые побеждающие люди на этой земле, это люди, среди которых есть Господь, слава Богу. И это постоянно. Это постоянно почему? Потому что Господь с ними. Вы знаете, кто-то может скажет, ну, брат, ну ты хорошо говоришь, но ведь трудности бывают в жизни. Братья и сестры, вы знаете, эти трудности, они только укрепляют Церковь Божию. Слава Богу. Они только укрепляют. И я слышал такую как бы притчу о том, что были пальмы на берегу моря. И эти пальмы, они росли так красиво, они были невысокие. И люди приходили просто и наслаждались видом этих пальм. И один человек взял какой-то большой груз и просто поставил на одну из пальм. Ему так захотелось просто. Вот, возможно, он хотел какой-то эксперимент сделать. Ну, просто ему что-то тяжелый большой камень. Он так, ему удалось поставить на эту пальму, чтобы она вот так как-то была и держалась на этой пальме. И вы знаете, что произошло? Прошли года. И так получилось, что все пальмы подросли вверх. А вот та пальма, ей было очень тяжело расти вверх, потому что на ней был камень тяжелый. И она должна была куда-то расти. И она углублялась и углублялась и углублялась. Корни свои глубже и глубже. И пришло время, когда ураган большой был. Большой ураган. Такой ураган, что, ну, прям срывал деревья. И это со стороны моря было. И вы знаете, все пальмы пострадали, и все просто были выкорчеваны из этого берега. Осталась только одна. И та, на которую положили камень. Почему? Потому что ее корни были очень глубокие, и она устояла. Братья и сестры, мы иногда думаем, вот когда все хорошо, значит, с нами Бог. Когда нет, значит, что-то не так. Братья и сестры, не думайте так. Я в своей жизни замечал, когда у меня трудности, я больше читаю Библию, я больше молюсь, я больше начинаю размышлять о Слове Божьем. И когда я увидел это, я словил себя на такой мысли, Господи, так это выходит, когда трудности, я ближе к Тебе. Господи, дай больше трудностей. И в тот же самый момент я так подумал, Ваня, что ты говоришь? И я так подумал, о, только не это, только не больше трудностей. Я сначала подумал это, а потом подумал, наверное, это не совсем правильно думать так. И вы знаете, Господь допустил трудности в мою жизнь. Допустил. И в то же самое время Он приблизил меня к себе. Слава Богу. Братья и сестры, если в вашей жизни есть трудности, радуйтесь, когда они посланы от Бога. Когда вы понимаете, что эти обстоятельства, вы не можете изменить, что это не ваша вина, это именно проведение Божье. Радуйтесь, потому что Господь хочет вас чему-то научить. И это от Господа. Слава Богу. Вы знаете, еще что-то я хотел сказать о том, что я хотел сказать о том, что слышал такой пример, когда есть такие племена в джунглях, которые должны как бы своих сыновей оставлять на один день в джунглях, чтобы они, проведя этот день в джунглях, они становятся как бы, знаете, ну уже мужественными такими, переходят в какой-то определенный возраст. И надо этому сыну в этой семье провести один день в джунглях ночью. То есть там могут быть тигры, там могут быть разные дикие животные, змеи и так дальше. И этот юноша должен пойти, значит, в джунгли провести одну ночь. И вы знаете, однажды в одной семье так и произошло. Этот сын должен был уйти в джунгли. И с ним попрощались все. Ему назначили место, где он будет. Он пошел, залез на дерево, и потом и сидит. Вот, ну думает, что будет, потому что всякие это, звуки разные там слышат. И ему страшно стало, вы знаете. Ему страшно стало. И несмотря на то, что у него был большой страх, он не двинулся. Он не ушел оттуда, с того места. Вот. И он остался всю ночь. Но вы знаете, этот юноша не знал, что отец его недалеко спрятался для того, чтобы ему помочь. И если вдруг бы пришел этот тигр или какой-то, еще какой-то зверь, отец вышел бы и помог ему. Братья и сестры, иногда в нашей жизни кажется, что Господь нас оставил. Иногда кажется, что солнце уже где-то спряталось, и его непонятно, где оно находится. Особенно здесь, в нашем регионе, очень много туч и много пасмурных дней. И нам кажется, и в жизни нашей иногда, что Господь покинул нас. Но это не так. Господь рядом ее наблюдает за нами и допускает эти обстоятельства для того, чтобы мы возросли духовно, для того, чтобы возросла вера в наших сердцах, для того, чтобы мы научились ходить уже верой. Не просто, знаете, когда все вокруг поддерживают, когда все хорошо и все правильно, и никаких трудностей, но Господь допускает специально эти трудности порой для того, чтобы наша вера возросла. И мы не просто, знаете, думали, вот слышали слова поддержки, вот так вот жили, нет, но чтобы мы верили, что Господь сказал, и дай амин, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Богу! И возвращаясь к этому тексту Писания, братья и сестры, я не знаю, почему Господь мне положил это на сердце сегодня говорить, но я знаю, что это надо было говорить. Поэтому сегодня, если ваше сердце, если вы находитесь в каком-то печали, может, обстоятельства жизни, я не знаю ваше сердце, но знает Господь, может, какое-то изумление пришло в вашей жизни, удивление, которое пошатнуло вашу веру, может, эти события с этим, знаете, эти пандемией, может, еще в вашей семье какие-то трудности, я не знаю, но знает Господь. И поэтому, если ваши сердца, они потухли для Господа, вы не можете уже молиться, как молились раньше, вы не можете уже верить, как верили раньше, вы не можете читать Слово Божие, может, как раньше вы читали, и ваша вера надорвана, то сегодня я еще раз уже, наверное, в третий раз хочу сказать, Господь на этом месте хочет зажечь ваши сердца, Он хочет исцелить ваши сердца, Он хочет поднять ваши сердца, и как Он это сделал для этих учеников, и они получили ответ сегодня. Мы будем приходить к молитве, братья и сестры, давайте откроем свои сердца для Господа. Я не говорю то, что вы закрыты сердцами, вот я такое здесь вот призываю вас, нет, я просто хочу сказать, если вы желаете открыть свои сердца для Господа, сделайте это в этой молитве. И если у вас уже открыты сердца, молитесь за тех, у которых нуждаются в силе молитвы. Мне так нравится этот псалом, помолись за меня, друг мой милый, и мы недавно его пели у нас дома. Если вы нуждаетесь в молитве, вы сами молитесь, и мы все поддержим вас. Пусть Господь вас благословит, братья и сестры. Мы не должны печалиться теми печалями, которые Бог не дает. Сегодня народ Божий должен радоваться. Сегодня народ Божий должен ходить, объемленный Духом Святым. Сегодня народ должен верить Духу Святому. Сегодня народ Божий должен слышать голос Духа Святого. Сегодня народ должен видеть Господа в своей жизни. Вижу Бога каждый день, вот этот псалом есть, чтобы мы сегодня видели Господа, чтобы мы ходили с Господом, чтобы сегодня Господь всегда был для нас приоритетом, чтобы Он для нас был Господином, Богом нашим, чтобы мы были, знаете, охвачены им, чтобы мы, когда встречаемся или где-то по телефону говорим, чтобы мы говорили, ты знаешь, Господь меня этому научил, ты знаешь, Господь это мне открыл через Слово Своё, ты знаешь, Господь Бог это мне дал, и чтобы сегодня, знаете, было пробуждение в наших сердцах, чтобы сегодня было пробуждение в наших семьях, и это зависит от нас. Бог никогда не опаздывает, братья и сестры, но если мы доверяем Ему, тогда Он делает свое дело. И помните, когда пришел Иисус в селение, говорит, Он не мог там сделать чудеса, и вы знаете, почему Он это не мог сделать. Но в те селения, когда Он приходил, где дали Ему место, где верили в Его силу и благодать, где верили в Его личность, там и делало много чудес. Поэтому, братья и сестры, давайте будем молиться горячо, давайте мы возовем к Богу, который достоин дать нам радости, больше, чем какие-либо деньги, какие-то прапорти, какие-то дома или работы, или еще что-то. Когда Господь наш может дать нам самое то, что мы нуждаемся, это радость сердца, это, знаете, такой огонь в сердце, огонь Духа Святого, чтобы этот огонь горел, это любовь к Богу, это, знаете, такое воодушевление от Господа, чтобы сегодня Господь излил на каждого из нас. И чтобы мы имели это, чтобы это носили, чтобы это передавалось детям нашим, и чтобы дети наши, они загорелись так же, чтобы эти геймсы оставили, оставили этот интернет. И чтобы сказали, папа, мама, поехали в церковь, я хочу в церковь, я хочу найти молитвы, я хочу сегодня, чтобы за меня помолились, и чтобы они оставили это все. Отчего, знаете, мы пытаемся их оторвать, мы пытаемся, мы молимся за них, мы постимся за них, а сегодня Господь дает такое простое решение. Открой свое сердце, я его зажгу. И потом ты пойдешь домой и зажгешь другие сердца, и потом те сердца зажгут другие сердца, и будет пробуждение в твоем доме. Братья и сестры, это лечение народа Божьего сегодня, это то, что нужно народу Божьему сегодня. У нас есть машина, у нас есть то, что нам надо здесь, мы разбогатели. Может не все, но в основном, братья и сестры, мы не голодные. Сегодня мы нуждаемся, знаете, в Духе Святом, мы нуждаемся, чтобы сегодня говорил Господь к нашим сердцам. Мы нуждаемся в действии Духа Святого. Поэтому давайте в этой молитве откроем свои сердца, если надо. Если они уже открыты, давайте будем молиться за других, будем молиться и за себя, и чтобы Господь делал свое дело. И когда эти ученики, они увидели, что Господь с ними разговаривал, зажег их сердца, исчезли, знаете, какие-то сомнения. Я верю, что печаль ушла, уже не было печали. Они стали радоваться, они стали ликовать, они побежали назад, хоть темно было в этот Иерусалим. Они были с учениками, и потом опять явился Иисус. Это было столько радости. И я верю, что эти ученики потом пошли, после того, как вознесся Иисус, и свидетельствовали об Иисусе. Хоть они все умерли такой, знаете, или почти все умерли такой тяжелой этой смертью. Но нет, этот огонь не может затушить. Никакие воды, как написано в песне песней. Братья и сестры, огонь, который зажег Иисус в сердцах наших. И который зажжет огонь. Если мы будем бодрствовать и будем молиться, никто и ничто не сможет потушить этот огонь. А сегодня Господь Духом Святым на этом месте хочет это сделать. Пусть Господь нас всех благословит. Амин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»